Национальный музей Туркменской области Ковра государственного акционерного общества Туркменхали является самым посещаемым местом для многочисленных иностранных туристов и гостей нашей страны. Здесь представлено большое количество ковров и ковровых изделий, о которых можно получить исчерпывающую информацию. Эти ковры, созданные умелыми руками туркменских мастериц коврового искусства, производят незабываемые впечатления на просетителей музея. Уникальные качества туркменских ковров, самобытные орнаменты, выразительность цвета, добротность, тонкость ручной работы во все времена расценивались знатоками и любителями прекрасного, как совершенное творение души и рук человеческих. Женщины-мастерицы коврового дела вкладывали в каждый узелок свою любовь, нежность, мечты и желания. Поэтому ковроткачество – это не ремесло, это великое искусство. Видя, как иностранные гости с неподдельным интересом рассматривают каждый ковер, каждый орнамент, то невольно испытываешь чувство гордости за прекрасное национальное искусство. Одно из посещений музея туркменского ковра иностранными гостями – творческая группа работников канала «Туркместан» предлагает вашему вниманию – это были гости из США. Если они ранее знали о туркменском ковре лишь благодаря различным источникам, то сегодня у них появилась возможность воочию увидеть и потрогать руками эти прекрасные ковры и ковровые изделия тонкой ручной работы. Они поделились с нами своими впечатлениями о туркменских коврах. Говорит Брэдли МакГуайер, сотрудник отдела информации посольства США в Туркместане. Сегодня мы вместе с представителями института имени Смитсона посетили музей туркменского ковра. Институт имени Смитсона – это главный музей, расположенный в Вашингтоне. Данное учреждение, охватывая в себя 12 различных институтов музеев и галерей, является одним из самых крупных музейных комплексов в мире. Для нас большая честь устроить для представителя института имени Смитсона экскурсию в музей туркменского ковра, который является одной из уникальных музеев туркменского народа. Этот удивительный музей является неотделимой частью культурного наследия туркменского народа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы рады, что посетили этот прекрасный музей и хочу отметить, что я побывала во многих музеях ковра различных стран мира. Но самым удивительным среди них является, конечно же, именно Ваш музей ковра. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, в залах музея представлены старинные туркменские ковры с многовековой историей, имеющей богатую родословную. Все ковры развешены очень красиво, а их красота просто поражает. Это и неповторимые орнаментальные узоры, красивые и своеобразные. Здесь я много узнала об истории ковроткачества туркменского народа. Для нас всех это было очень интересно. Удивительно то, что это древнее ремесло, тонкое, изящное искусство, ковродилия, переходит из поколения в поколение уже многие столетия. Я считаю очень важным сохранение метода ковроткачества ручной работы, ибо они отличаются своим способом исполнения и высоким качеством. Я верю, что этот музей будет всегда привлекать к себе многочисленных иностранных туристов. Я также надеюсь, что представленные в этом музее ковры будут участвовать в международных выставках ковров за рубежом. Ведь такие изящные ковры вызывают большой интерес не только у истинных знатоков мира прекрасного. Они пользуются большим спросом на рынках Европы и Азии. КОНЕЦ 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 Американские гости посетили и производственную мастерскую Национального музея Туркменского ковра. Здесь они воочию наблюдали за работой ковровщиц, создающих несравненные и великолепные ковры. Американские гости с большим восхищением отзывались о высоком мастерстве туркменских рукодельниц. Туркменские ковры во все времена были в центре внимания. В эпоху нового возрождения грандиозных свершений туркменские ковры засияли новыми радужными цветами. Американские гости с искренним восхищением рассматривали современные туркменские ковры, в которых органически сочетались веяние нового времени и незменная традиционность классических туркменских ковров. Субтитры создавал DimaTorzok Говорит Пол Майкл Тейлер, руководитель программы по истории культуры АДИ Института имени Смитсона из Вашингтона. Это мой первый приезд в Туркменистан. Музей произвел на меня большое впечатление. Уникальные экспонаты музея представлены в великолепных экспозиционных залах. Раньше я видел туркменские ковры на страницах книг и журналов. У нас в Вашингтоне расположен музей, посвященный крупным ткацким промышленностям западного полушария. В этом музее представлены и туркменские ковры. Кроме того, я встречал некоторые образцы туркменских ковров и в Европе. Мне посчастливилось наблюдать их в Узбекистане, Казахстане. Несколько, на мой взгляд, уникальных ковров хранятся в музее Хорезма. Но однозначно, самые изящные, самые тонкие по технике выполнения, действительно несравненные по красоте ковры, я увидел здесь, в Национальном музее туркменского ковра. Например, мы увидели рельефные ковры, ковры гиганты ручной работы, ковры самой высокой плотности по количеству узелков. Еще хочу отметить, хотя туркменские гели и очень схожи между собой, близки по художественной подаче, но тем не менее, каждый велояд имеет свои своеобразные отличия. Тема независимости передана приблизительно одинаковыми орнаментами и узорами. Пять основных гелей, каждый из которых олицетворяет один из велоядов страны, размещены и на туркменском государственном знамени. Это еще раз подчеркивает важность туркменского ковра в жизни народа. Используемые гели и узоры туркменских ковров несут в себе не только художественную окраску, но и некий символизм. В большинстве случаев они связаны с темой Вселенной, мироздания. Меня поразило то, насколько тонко смогли передать туркменские мастерицы посредством гели и орнаментов свои самые сокровенные мысли и чувства. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.